Мы едем в другой город, и тут у нас театр. Мне рассказали свою ситуацию, что я одна, мне нужно потом забрать мужа. Походить чуть-чуть поболтать с вами. Помогает с решением всех таких вопросов. Что у нас происходит? У нас происходит следующее. Каждый раз, когда включаю камеру, чуть не падаю. Вчера весь день был дождь, снега не было. На улице, на полу, под ногами было лужа. Я думал, сегодня будет очень сильный гололед, но оказывается снегопад. Это классно, конечно же, когда снег только падает, и вот ходишь, вот этот хорост, 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 аж наслаждаешься каждым шагом. Вы на канале Silicon Family, вам хорошего, приятного просмотра. Будет интересно, поехали. Прошло 2-3 часа, я вышел из тренировки и вижу то, что я и говорил. Лужа, а там красивый снег. Короче, мне это не нравится, но что поделать. Сейчас будем ходить по этой слякоти. Погода такая, что поделаешь? Стананчик после тренировки обязательно. Решил сразу домой не поехать, чуть-чуть пройтись по городу, посмотреть, что есть, чего нету. И время пришло кушать. Сейчас присмотрю какое-то заведение. Зайду, съем какую-то вкусную еду свою, если будет. Если нет, то посмотрим. Очень надеюсь, что найду что-то такое, что мне нравится. Я скажу честно, чуть-чуть раньше уже смотрел по гуглу, вот это заведение. Черноморф Морка. Там гугли оценки были хорошие. Сейчас зайдем, проверим. Это, короче, сразу скажу, рыбный ресторан. Я зашел в такой запах по лицу, говорю, извините, это не мое место. И вышел сразу, чтобы делать. Я не люблю этот запах, а заставлять себя тебя видеть не хочу. Вот мне еще другой никто. Еще одно заведение нашел. Кебаб. Зашел, а там шаурмечки. Короче, друзья, не знаю. Не могу найти место, чтобы съесть гречку. Понимаете? Все как печально. Очень-очень пафосно и модно. Хорошо, дальше буду искать. Я думаю, у меня в любом случае подойдет. Друзья, короче, походил, 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 походил. Ничего такого толкового не нашел. Все, еду домой. Зашел в торговый центр, чуть-чуть повез. И сейчас поеду домой, короче. И вечером выйду уже в поисках какого-то интересного места. Доброе утро, дорогая. Доброе утро. У нас все по нашему душному плану. Опять мы шуруем в социальную службу. И надеемся на лучшее. Я выйду скажу. Сегодня мандражами еще больше, чем вчера. Вот так. Друзья, ну и новостей хороших, к сожалению, нет. В одном месте нам отказали. Причем это не специалист, а просто охранник начал говорить. Нет, 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 не принимаем, не все, типа. Потом, ну, к специалистам они попали. Потом мы пошли к одной русской женщине. Она тут помогает всем. В общем, беженцам, которые приезжают, занимаются. Украинцам, и всем, 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 все переводит, все помогает. И мы пришли к ней, а она завалила. То есть, к ней тоже не завалила. Спасибо. Сейчас мы с милашкой зашли. Ходим просто по магазинам. И к ней подошла немка. И дала что тебе? Угощение. Угощение. Я не знаю, кто что про немцев говорил. Я слышала разные отзывы. И были не очень хорошие. Но они какие-то такие все добрые, позитивные. Я говорю, это за что она тебе дала? Потому что милаш как понимает по-немецки, что я ей говорю. Это я не понимаю. Я говорю, это за что она? Нет, не за что просто. Приятно. Там конфетка, там сосиска. Да, милаш? Не пропадем. Друзья, значит, отчитываюсь, нам отказали второй раз. Я не знаю, есть ли смысл еще раз туда ходить. Маринка говорит, давай попробуем еще в четверг. Потому что как на кого попадешь. Смотря какие люди, какие специалисты, типа, от настроения. Это все человеческий фактор. Ну, короче, а кто сказал, что будет легко, да? Покупчик, наш год продолжается с тобой. Везучий. Везучий год. Короче, сказали, нужно ехать в другие земли или в другой город. Не знаю, короче. Сейчас приду, позвоню мужу, тогда будет легче. И что я вам еще хочу сказать? А Маринка нас звала еще год назад. Но у нас совсем были другие планы, другие фантазии. Ничего из этих планов не срослось, чтобы вы понимали. И тут мы уже, получается, не приняты, не нужны. Ну, ладно. Лишь вы все были живы и здоровы. Я так считаю. Друзья, доброе утро. Долго мы печалиться не стали. Новый день. И мы едем в другой город и будем пробовать идти подаваться туда в социальную службу. Нас так просто не сломать. Маринел, доброе утро. Обойдетесь, да. Раз мы уже тут, мы все решили и мы тут обязательно останемся. Держите кулачки, поддерживайте, ставьте лайк и всех целуем. Хорошего денька. Мы приехали на станцию. Друзья, мы приехали на станцию и пытаемся взять билет. Вообще-то проезд в Германии достаточно дорогой. Вот сейчас нам, допустим, надо поехать в соседний город, ехать 20 минут. Там где-то около 5 евро будет стоить билет. Но есть хорошее такое предложение. Для всех оно действительно, кстати, даже для туристов действует единый билет за 49 евро. Это на некоторые виды поездов, на общественный транспорт в любых городах. И это все по всей Германии. То есть, если кто-то едет попутешествовать, то пользуйтесь. Очень выгодно. Но мы его взять не можем. Пока что мы попробовали взять через онлайн. Потом еще здесь через терминал попробовали. И что-то у нас не получается. У меня что-то вызывает, но так как у меня нет банковской карты, мы привязали все мои данные и Маришкину банковскую карту. И, по идее, может, из-за этого она просто выбрасывает программу. Ну, короче, сейчас решим, как мы будем ехать. И как мы купим этот билет. Но он нужен по-любому, друзья. Потому что вот я здесь 2 дня и уже где-то там евро 15 мы на проезд потратили. Потому что, короче, здесь дорого. По сравнению с нашими городами, с нашими странами, здесь проезд очень даже чувствительный. Так как я уже когда-то говорила в наших выпусках в Ереване и в Виннице. Вот последние 2 города, где мы жили. То, ну, по сравнению с Европой, там прям практически бесплатно. И еще у нас, друзья, солнечный день. Светит солнышко. Тут уже 10 градусов. Тепло. Нам все нравится. Главное, чтобы все получилось с нашими вопросами. А я думаю, что получится. Потому что вы у нас есть. Вы нам очень помогаете своей поддержкой. Как вы уже заметили, ничего у нас не бывает легко. В общем, сейчас такая ситуация. Мы на нашей станции не дождались нашу электричку. Что-то было в приложении писало. Типа, стоят, стоят. Мы не поняли, что мы проехали на главную станцию. Одну станцию сюда прокатались на любом проходящем поезде. Приехали сюда, словили тут работника. Он нам любезно подсказал, что все стройкуют. И следующая электричка наша в 11.05. Так что у нас почти 2 часа. И мы идем пить кофе. Будем ждать. Ну, что делать? Приедем еще раз. К тому же мы не купили еще билет. Я так полагаю. Сейчас Маринка что-то придумает и разберется мне с билетом. Потому что я так себе душица. Я просто хожу за ней хвостиком и просто молчу и стараюсь ей не мешать. Я думаю, что это от меня сейчас самая большая помощь. Значит, на этой центральной станции мы подошли в кассу. Нам очень-очень-очень какие-то попадаются супер хорошие люди. Вчера просто был такой охранник в этой соцслужбе, куда мы пришли первый раз. Он так кричал. Маринка с ним там спорила. Короче, он нас не пропускал к специалисту. Ну, типа, в общем, я хочу даже его вспоминать. У меня какое-то такое сложилось плохое впечатление, что все немцы такие. Сейчас я понимаю, ну, просто какие-то такие люди, что не спросишь. Они останавливаются, они любезно, все хотят рассказывать. И вот эта женщина прям прелесть. Она сейчас 25 минут нам объясняла все про этот билет. И сделала, и сидела, игралась. И я очень довольна, и благодарна. Что я хочу сказать? Значит, этот билет берется минимум на два месяца. Ранее я вам сказала, что может купить это даже каждый турист. Ну, короче, заключается контракт минимум на два месяца. То есть вам нужно будет раз оплатить 50 евро. Второй раз тоже у вас снимется 50 евро. Так что, может, туристами не всем будет выгодно, а нам, конечно же, выгодно. Все, мы идем отмечать то, что у меня уже есть билет. Пить праздничный кофе. Та-дам! Чин-чинь! Пока у нас свободное время. Мы еще... Маринка мне немножко показывает город. Тут у нас театр. Простите, ветер. Такая красивая площадь. Мы еще и гуляем. И пытаемся наслаждаться каждым моментом. Все, мы поехали, друзья. Буду отчеты вам записывать, что и как. Нам ехать 10 минут. И я вам хочу сказать, здесь вот такая просто местность с такими поворотами. И аж выкачивает. Надо было какую-то швачку взять, жевать. Иди, или пакетик. Я с швачки ездила. Пакетик. У тебя все есть. Ты мать твоей детей, да? Мы приехали в городок Хернсбург, если я правильный. Ой, Хернсдор, сори. В общем, это тоже какой-то маленький и уютный городочек. Как и наша Кера. Находится, как вы поняли, в 10 минутах. Идем искать социальный центр. Ребята, значит, мы попали в какой-то лагерь. Мы пришли по адресу. Это немножечко все сирийцы и все мужчины. Но одна женщина, это Красный Крест, она помогает. Она пошла куда-то звонить, познавать, где меня могут взять. В каком округе ближайшем. Мы ее ждем. В общем, все хотят помочь. Ну, тут страшно. Итак, теперь мы в магазине. Танюшка себе нашла зеркальце и резиночку за евро. И очень хорошие, эффективные витаминки мне посоветовала Маринка. Для энергии, для хорошей работы мозга, для эффективности. Так что беру витаминки, беру зеркальце. Потому что зеркальце я забыла дома. А зеркальце нужно в сумочке. Итак, записываю уже из дома продолжение этой истории. Просидели мы там долго. Но женщина нам действительно хотела очень сильно помочь. Она была русскоязычная. Поэтому я тоже все понимала, что она говорит. Она обзвонила все ближайшие организации. Все, которые она знала. Со всеми там советовалась, куда ехать. Мы рассказали ей свою ситуацию. Что я одна, мне нужно потом забрать мужа. В общем, все, куда она обзванивала. Практически все места заняты. Ну, украинцев не принимают. Но, кстати, одно место она нашла. Но оно в пяти часах езды отсюда. Я бы так далеко, конечно, от Маринки не хотела. Но если ничего ближе не подвернется. Тут еще такая ситуация, понимаете. Сегодня мест нет. Вот здесь, например, в этом городе, в который мы приехали. Завтра могут уже быть. Все меняется каждый день. И если кто-то нас смотрит из тех людей, которые в Украине и планируют ехать. То я вам так скажу. Все, что в интернете, вся эта информация, что там есть места, все, те земли принимают, ты приезжаешь, они не принимают. Тут все реально каждый день меняется. Если у вас будет такая возможность, если у вас будет где остановиться, то рассчитывайте на то, что вам где-то нужно ночевать. И, ну или я не знаю, с волонтерами еще есть вариант списываться, если вы их понаходите, надежных. Если я их понахожу, мы тоже обязательно будем все прикреплять под видео. Просто пока что я сама в потерях. И ничего дельного посоветовать не могу, когда я уже, ну меня где-то примут. Я буду какие-то контакты искать и буду обязательно с вами делиться. Копчин будет прикреплять. Но к чему я веду? Так, типа, ехать на обум, вот, если бы у меня не Маринка, если бы мне не было куда. Вот я, когда я ехала сюда, здесь эта земля принимала. Все было надежно, все было проверено хорошо. Но мы пришли, вот тебе и все. Нам отказали два специалиста. И, к сожалению, здесь пока что отбой. А дальше посмотрим как. Потом что? Нам эта женщина Сирика помогла, посоветовала, порекомендовала одно место. Мы туда поедем, узнаем. Я вам тоже все буду обязательно показывать. Пока что безрезультатно. Но не отчаиваемся и ищем дальше. Все будет хорошо. Кто стучит к тому, где тогда откроют. Правда? Друзьяшки, всем доброе утро. У нас новый день, новые задачи. Мы приехали на консультацию к человеку, который помогает с решением всех таких вопросов для иностранных граждан, как мы. Теперь делюсь с вами по нашему вопросу информацией. Значит, нам грамотный человек, объяснив все на нашем языке, чтобы нам все было понятно. Не приписали меня и не взяли, так как мы собирались это сделать, как воссоединение семьи по тому вопросу, что Маринка живет в социальной квартире, а не через джоб-центр, который, ну типа арендодатель. А то есть она не сама искала квартиру, она не заключала договор с арендодателем, а эта квартира от страны. То есть ей просто, она пришла и просто, когда она приехала, это было в первые дни. И тогда вот раздавали сначала эти социальные квартиры. И в нее она не может взять больше, чем троих человек. А там живет она и две дочери. То есть, по сути, у нас вариант здесь в этом городе остаться есть, только он нелегкий. Нам теперь нужно найти людей, которые живут в арендованной квартире, которые оформлены через джоб-центр. И они нас захотят у себя прописать, то есть вот этот арендодатель разрешит им прописать, тогда это все возможно. Можно будет и меня, можно будет и мужа, и все будет хорошо. Просто потом с бумагами через месяц, через два будет очень много тягомотины, как он нам сказал. Это первый вопрос. Второй вопрос. Только я не успела до конца с ним договорить, потому что он занятой человек, и он консультировал нас абсолютно бесплатно. И надо было все быстро-быстро задавать. Ему позвонили, ему надо было уже бежать. Короче, он всем тут помогает. Второй вопрос. Может ли Акопчик с нашим украинским ВНЖ, который он уже получил, заехать в страны ЕС? Он сказал, что 100% может. Он сказал, что много армян уже так заехали, которые в Украине жили, которые получили там ВНЖ, что это прям можно-можно. Но я много информации читала и слышала от армян в том числе, что без визы даже с этим ВНЖ люди уже по 15 лет жили в Украине. И, собственно, девочка, которая нам подсказала, что езжайте в Германию. Я вот так тоже поехала. Мы почему не ехали? Потому что я думала, что я могу поехать. Это 100% для всех не секрет, что у нас без визы, и Европа нас принимает и ставит на программы, и помогает. Все, 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 все. Это все было понятно. Но муж у меня, армянин, у нас вот с этим была большая загвоздка, и мы не знали, что так можно, что он тоже может со мной проехать. Ну, типа, я стану на программу, он будет со мной, и мы можем сделать ему какое-то ВНЖ, чтобы он тоже законно находился в Европе. Сейчас нам девочка, одна армяночка, наша подружка подсказала, что она так едет, и она уже заехала, и она уже в Германии. Поэтому мы тоже пошли по ее стопам, и тоже мы хотим именно в Германию. И у нее муж украинец. В общем, я поняла, что это возможно, поэтому мы начали это пробовать. Но она заезжала через визу, а ему мы визу, как вы понимаете, сделать пока не можем. Не дают нам, не получается, отказы, что угодно. Короче, не получается у нас с этой визой. И вот этот человек, который консультировал, нам подсказал, что это можно делать. Типа, проезжайте без визы, просто едьте, и все, если у вас ВНЖ. Я не знаю, если у кого-то есть вопросы, ой, если у кого-то есть ответ на эти вопросы, если кто-то из армян с украинским ВНЖ заезжал в ЕС без визы, пожалуйста, отпишитесь, подтвердите нам, что так возможно, и мы тоже будем пробовать тогда так сделать. Спасибо. А у Танюшки сегодня день готовки. Я, так как осталась дома, Маришка побежала с малой на гимнастику. Она еще, Маринка, тут как волонтерит и немножко преподает гимнастику. Ее милашка занимается гимнастикой. Поэтому они по делам. У меня вкуснейшая украинская кухня сегодня. Борщ, друзья мои. Та-дам! Тут, конечно, не знаю, это чье блюдо. Тут у нас сердечки куриные и гречечка. Любимое блюдо моего мужа. Так что, кто голодный, приезжайте, покормим. Так, друзья, я же говорю вам, что выглядит классное место. Вот мой ресторан. И хотел пойти сейчас туда и посидеть, посописывать для вас информацию. Но там Ководкин, короче. Ководкин мне неинтересен. Ководкин, надеюсь, все вы знаете, что такое. Если мне знаете, напишите в комментариях, я вам расскажу, что такое Ководкин. Искал, 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 искал. Нашел заведение Бегемот. Сейчас зайду сюда. Мне кажется, тут должно быть интересно. Если что, остаюсь тут уже. Короче, Бегемотик прикольный, но очень маленький. Там посидеть не очень мне будет удобно. Так как я чуть больше. А там прям размеры детские. Детская какая-то кафешка в таких розовых девчачьих тонах. Короче, у меня сегодня не получается что-то найти, где посидеть. Я, походу, пойду туда же, где я постоянно уже, можно сказать, хожу на кофе и на какую-то болтанню с вами. Я уже думал взять просто стакан кофе с собой и походить по улице, с вами поговорить, поболтать, рассказать, что происходит. Но гололед, реально, я уже два раза чуть не упал. Реально разу, как раз упасть, как-то вообще не хочется. Плюс еще, если будет кофе, в страхах. Все-таки я решил кофе подписать на улице и вот так походить, чуть-чуть поболтать с вами. Буду ходить по тем местам, где нет угола леда и не упаду. Так-то не волнуйтесь. Так, рассказываю, друзья, что у нас происходит. А происходит у нас следующее. Посидка уже есть, все вы уже в курсе. И теперь следующая задача, нужно получить визу. Но очень много разных информаций мы получаем, что с этой посидкой можно въезжать в страны ЕС. То есть виза не нужна. Но никакой конкретной информации нет. Эта информация, знаете, вот такая воздушная, так скажем. Никакой подтвержденной конкретной информации нет. Есть вот что-то похожее, что может быть, короче, еще раз, конкретной информации, что вот эта схема работает нет. Вероятность, что это сработает от 50 на 50. То есть надо пробовать. Или меня впустят, или не впустят. Но рисковать вот так или пустят, или не пустят, как-то не хочется. Потому что это правда, во-первых, времени. Потерять время на попытке как-то не хочется. Хочется уже более конкретные движения делать. Если с пустичкой не пускают, то уже делать движение и не заморачиваться по поводу этого. Сегодня ходил в посольство ближайшей страны. Это Польша. Ходил в посольство Польши в Виннице. Это та страна, где я нахожусь. Тут посольства нет. Звоним в посольство, никто не отвечает. А те, кто отвечает, соответственно, начинают говорить о польском, а мы ничего не понимаем. Плюс еще у меня есть брат, который находится в Польше. Я у него попросил уточнить информацию по поводу пускают ли с этой поспиткой в Украину. Он говорит, по всем информациям, по всем данным, вроде бы должны пускать. Но опять же, конкретной какой-то статьи или какой-то информации нет. Поэтому я не знаю, что делать, друзья. Тоже подумайте, посоветуйте. Может быть, вы знаете более подробную информацию, которую мы не знаем. Поделитесь с нами, пожалуйста. Хочу верить в вариант, который с поспичкой можно проехать границу, заехать в страны ЕС. Очень реальный. Но, не знаю. Я и не могу довериться вот так инстинкту, потому что ничто мой инстинкт решает. Ничего, по сути. Поэтому, не знаю, друзья. Хочется каких-то более достоверной, подтвержденную информацию получить, что это реально так, а не это просто какая-то... Клевая информация, которая нам очень подходит, и мы слепо верим в это. Если этот вариант, короче, не достоверный, то нужно сделать визу. Где визу делать, уже есть варианты. Наш подписчик скинул человека, который занимается визами. Мы у него будем делать визу. Поэтому сейчас максимальную информацию хочу получить. Не получить, а найти. Просто узнать максимальную информацию о том, что я сказал. Если этот вариант не работает, то делаем визу, и все. Почему еще хочется верить, что этот вариант достоверный? Потому что не надо будет ждать там три недели, чтобы виза была. Уже сразу сел в автобус и поехал, или в поезд. Короче, друзья. Давайте все вместе поверим, что это так. Не будем терять надежду. И на этом моменте мы хотим с вами попрощаться. Сказать спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Поставьте жирный лайк, чтобы у нас все получилось. Вы были на канале Север Каня Фэмили. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши видео. Все, друзья. Пока-пока.